МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрицательно очень отношусь. И хочу, чтобы все бросили курить, занялись здоровым образом жизни. Это гораздо лучше. Табаку, я считаю, что курить ни в коем случае нельзя в подростковом возрасте, в школьное время. Ну, а когда человек уже становится взрослым, решительным, он сам может принимать решения, тогда тоже ничего не сделаешь. Многие курят, не могут отказаться от этой привычки. Но, конечно, это вредно. У меня очень негативные, и особенно девочки, школьницы. Это вообще, это позор для нашего общества. Я вообще сама не курю, и другим не советую. Вредно. Я бросил курить. Прокурил 15 лет. Сейчас не курю. Зато борюсь теперь с полнотой. Согласны ли вы с тем, что курение нужно запретить в общественных местах? И почему? Я считаю, что не нужно запрещать курение в общественных местах, потому что все равно будут курить. От этой проблемы не избавиться. Да, обязательно запретить. Обязательно. Вот в подъездах они мусорят. Это вообще беспредел. Запретить нужно, но бесполезно. Все равно будут курить, и младшее поколение будет смотреть на это, и это будет идти дальше и дальше с поколением. Как водку по талонам давали, то же самое в определенных местах, в определенных этих. Это не вариант как бы. Ну, в закрытых помещениях это, конечно же, весьма неприятно, когда ты находишься, сидишь рядом с тобой курящие люди, когда ты выходишь, весь попахнушь и приходишь домой. Но, с другой стороны, их тоже можно понять, когда у тебя уже привычка. Нет. Это выбор каждого человека, потому что запрещать тут не исправишь эту проблему. Тут же опять свобода человека ограничивается, можно так сказать, его личного выбора. Если он хочет курить, то сидит на балконе дома и курит, чтобы это не мешало соседям. Запрещать, в принципе, может быть, надо, но не так уж кардинально, потому что это может вызвать обратный эффект. Ну, знаете как, запретный плод свадок. Что бы вы посоветовали заядлому курильщику, чтобы бросить курить? Ну, ни в коем случае не использовать все эти пластыри, таблетки и так далее, и тому подобные различные заменители, потому что это не поможет. Нужно принять решение, ну, и постараться бросить самостоятельно, без всякой помощи. Что бы посоветовать? Не курить! Не курить! Один совет. А насколько я знаю и насколько говорят друзья, только самые крайние меры могут заставить человека бросить курить. Ну, я могу привести пример знакомому, сказали, что он неизлечимо болен, и только это заставило его курить, бросить курить. По-другому никак. Желание в первую очередь. Своё желание, своё здоровье. Вот так только тогда. Остальное, наверное, ничего и не поможет. Книги, которые сейчас у нас в большом количестве продаются, различные вот эти пластыри и жвачки, это всё не поможет. Заняться чем-нибудь хорошим делом, чтобы отвлечься от табака, заняться спортом, любимым делом читать. Посмотреть на хороших молодых спортивных парней, которые бегают, на велосипедах катаются, на лыжах, и, так сказать, сравнить их состояние здоровья со своим, собственным. 31 мая – Всемирный день блондинок. Ваше отношение к блондинкам? Ну, что вы? Хорошее. Мужчины больше, по статистике, любят блондинок. Положительное. У меня жена блондинка. Красивые, женщины, поэтому отношение очень хорошее. Блондинки такие же люди, как и все. Отношение у меня хорошее, потому что когда-то тоже была блондинка, и у меня ещё именины в этот же день, поэтому очень хорошее отношение и к блондинкам, и к 31 мая. Дурочка. Почему? Не знаю. Блондинки. Есть девушка красивая и девушка умная. Существует вот такое мнение расхожее, что блондинки только красивые. Вы согласны? Согласен. Сто процентов. Нет, всё так не считаю. Много знакомых блондинок, девушек, достаточно умные, добиваются во многое в жизни, и это не зависит от цвета носа, а зависит от того, чего человек хочет достичь в жизни. Я считаю, что вот этот стереотип, который сложился сейчас, что блондинки якобы интеллектуально не развитые и очень легкомысленные, я считаю, что это не так. Бывает среди блондинок очень умные девушки и среди женщин. Я не считаю, что это влияет на интеллект человека. Есть блондинки красивые и умные. Я знаю блондинку, которая закончила очень сложную специальность и получила красный диплом. Самая умная, можно сказать, в этом городе. Поэтому я не соглашусь с этим мнением. Её да. Её нет. Я бывшая блондинка. Натурально. Знаешь, ты поумнела просто. Теперь нет. А что, на Ваш взгляд, больше вредит здоровью мужчины? Сигареты или блондинки? Здоровью мужчины, наверное, сигареты. Да, блондинки его только поддерживают, наоборот, восстанавливают. Да, конечно, сигареты. Бесспорно. Ну, тут такой философский вопрос. Всё-таки больше курева вредит. Курева, да. Блондинки, они немножко действуют на мужчин. Разражительно, можно сказать так. А курева, оно, в человеке, влияет на здоровье вообще. Здорово. Сигареты. Потому что с блондинками мы можем справиться. Я ни одного не встречал, кому бы блондинка испортила здоровье. И нервы, может, маленько мотают, конечно, но это так, по мелочи. Так что я думаю, что сигареты больше вредны. Более, больше вреда, чем у блондинок. Я думаю, что больше вредят сигареты с блондинками. В комплексе. Особенно, если блондинка курящая. Слушай, вопрос риторический. Смотри, как он относится к разгульному образу жизни. Смотри, как. Если так, то, в принципе, нормально. Ничего не вредит. Если все в меру делать.